шалом уважаемые с вами снова леомеханик и это 33 выпуск видеоряда перекличка и посвящен он как вы уже успели заметить с первого кадра произведению завода вятские поляны мотороллеру пятка 3 электрон это трэш как сказать если посмотреть на других производителей моторолли тех времен а именно он начал выпускаться этот мопед с 1973 года если мне память меняет и он до конца 80-х он выпускался и потом из-за падения спроса был нафиг снять с производства он весит 150 килограмм 150 килограмм чистого металла никакого нафиг пластика никакого металл движок 150 кубовый сидушка я к сожалению может и по дыму не не по дыму 150 кубовый движок имел всего лишь дохлых порядка девяти лошадиных сил то есть это ни о чем на такой вес это вообще ни о чем он не годился этот мотороллер не для станта не то чтобы навалить просто вяло ездить и портить атмосферу своим двухтактным выхлопом рама оставалась все та же трубчатая то есть это было усовершенствование мотороллера в 150 м электрон потому что на него установили бесконтактное зажигание вот у меня что-то камера расстраивается так о поровняли кузов претерпел некоторые видоизменения сейчас я вот взглянул да вот здесь вот вместо тех рукояток которые были в ногах появился дополнительный лючок для включения подсоса и утопления поплавка карбюратора крышечка декоративная которая вечно отваливалась на м очки была заменена вот таким вот красивым отверстием я не знаю как как вот тут можно крутить краник но вроде как я сейчас не могу там стоит бак бензиновый не могу достать до его краника может он неправильно стороной стоит и вот так вот открывали бензин бак имел ручку случае если вы заглохли пошли с бачком на 5 литров заправились и поехали дальше то есть в отличие от предыдущей серии вы видите тут он более-менее комплектный то есть есть даже переключатели он родной заводской и зеркало замок зажигания оборудован еще дополнительно отверткой я не знаю это тюнинг либо так оно и было изначально я лучше установлю это все безобразие на место то есть спидометр максималка может и поднялась на 5 километров в час я врать не буду бардачок вы уже видите с крышкой белой на ямке не придется искать в котором о кстати наверно еще тех времен аптечка для швын такой более-менее вместительный кстати обратите внимание на руль чего не наблюдаете правильно указатели поворота они переместились на переднее крыло то есть проблема с разбитым указателем поворота передними была ликвидирована все по ходовке оставалось тоже задняя в виде картера двигателя маятника передняя маятника с двумя гидравлическими амортизаторами за счет электронного зажигания повысилась мощность и отдача двигателя то есть не было таких проблем чтобы подгорели контакты плохо воспламеняется смесь тут ликвидировали проблему в безопасности движения коробка все же тоже оставалось с ручным приводом трехступенчатая кузов конечно но я считаю утратил под шарм по сравнению с эмочкой то есть у него прорези задние для выхода воздуха стали меньше резинки тоже стали реже то есть если вспомнить эмочку тут было три резинки не 2 возможно у меня кстати потеряна резинка но не факт скорее все нет нет ответной части в этом районе нет было две резинки то есть тут нет декоративной резинки то есть нога вот уже могла проскочить мимо резинки вот там и царапать кузов тем самым что вы видите приводило дальнейшей коррозии куплен был этот мотороллер 2012 году весной за символических по моему 700 гривен вот как есть движок скорее всего заклинивший я уже не помню полной истории но его человек не смог завести он перекуп занимался запчасти и он был более менее комплектный взял у человека который занимался небольшим тюнингом вот это вот такие вот усилители человек наварила кузова возможно тут есть коррозия хотя подозрю я вряд ли это все с чистим и будем смотреть там пескоструить и восстанавливать но человек скорее всего хотел усилить кузов чтобы он вот так вот не гнулся хотя тут такая большая дурная столюка что как тут можно еще что-то было согнуть вот изуродовал и в итоге я хотел купить донором но там цена была такого кузова типа 300 гривен а за 800 гривен можно было купить вот тут весь мотороллер как донора и в итоге у меня с донором не получилось это казалось совсем другая модель и у меня вот так вот вышла в коллекции две вятки старенькая вятка шестьдесят седьмого года и более новенькой по моему семьдесят третьего года выпуска движок в следующем году планирую планировать в этом году делать это именно этот электрон не в башку там много еще работы ехать в отпуск но сожалению финансовая ситуация не позволила это сделать плюс там проблемы были личного характера ну в итоге я ее не забросил я буду делать я хочу проехаться на настоящем советском мотороллере 150 кубовом дохлом но настоящим металлическом вот чем не в нем нравится он скутерованный до грязь на тебя не будет лететь отличие от наших мопедов но вот это вот стальная мощь просто вот эта тяжесть хочу ощутить я хочу понять что такое ручная трехскоростная коробка двухскоростная я знаю что такое помпедом а вот хочу еще понять что такое трехскоростная коробка спасибо всем за внимание ожидайте 35-36 серии до конца переключки осталось две серии 34 если вы помните было снято намного ранее спасибо всем за внимание всем пока